В Еврейской мессианской общине Шафар – это такой музыкальный инструмент, в который трубят в синагоге, во время новоунии, который просто своим голосом говорит о чем-то важном. Но вы понимаете, что шафар сам по себе – это просто инструмент. Но шафар сам по себе – это просто инструмент. Это такой, знаете, витой рок. Вы можете взять его в руки, положить его на диван, поставить его в сервант, и он будет там стоять. Но для того, чтобы он прозвучал, нужно вдохнуть в него воздух, дыхание жизни. И Бог сотворил человека, да, и вдохнул у него дыхание жизни, и человек стал душой живой. Но и он, человек, живет, и каждый человек, он должен прозвучать. В каждой жизни должен наступить момент, когда человек откроет свой рот, когда он откроет свои уста, и из его уст выльется жизнь. Это происходит, ну, в разных ситуациях. И, знаете, у нас, у евреев есть хорошая традиция. Когда мальчик достигает определенного духовного возраста, физического возраста, он выходит перед общиной, и он комментирует Тору. И в этот момент он зазвучит, знаете, он начинает звучать, он начинает говорить духовные вещи перед небом и перед землей. Это служение называется Бар Митсва, заповедь сына. И мы, как община, мы взяли хорошую традицию, и мы ее пользуем, используем в нашей жизни. Это хорошо, когда наши дети готовятся, изучают Писание, когда они выходят, и когда они говорят не глупости, а они говорят Слово Божье. Потому что глупости мы можем говорить каждый день. Но наступает момент, когда мы открываем свои уста и говорим Слово Божье. И это Слово, оно начинает что-то творить, оно начинает производить действия. И мальчик становится шафаром, Божьим инструментом, через который его истина достигает сердец других людей. И я хочу, сегодня у нас праздник. У нас сегодня Шаббат. И сегодня у нас еще один хороший праздник. У нас сегодня Бар Митсва. Сегодня еще один молодой человек выйдет перед Богом, перед общиной, перед переисподней и скажет. Я принадлежу Богу. Я ребенок живого Бога. И я хочу пригласить на эту сцену. Я хочу пригласить на эту сцену. Я хочу пригласить на эту сцену. Даня. Даниил, сын Олега. Иди сюда. Я скажу честно, я не знаю, кто больше волнуется, он или я. Будем считать, что я. Хорошо? Давай. Шаббатшиоб, дорогая община. Давайте встанем и благословим Господа. Бару хата, дунай, алухэну, моюх ауам. Ашэр бахарбану, миколь аами, ванзанвану вэторато. Бару хата, дунай, хатэн атора. Благесен, Господь. Благесен, ты Господь Бог наш. Избравши нас из народов и даровавши нам Тору. Благесен, Господь, дающий Тору. Писажки. Писажки. 9-й раздел книги «Вайкра». Имисов получил по первому значимому слову текста «Вайдабер Адонай Эль Маше Бехар Синай» и сказал Господь «Маше на горе Синай». Содержит стихи с 25-й главы 1-го стиха по 26-й главу 2-го стиха. Мы можем условно разделить эту главу на две части. Первая часть – это субботний год Шмиты и юбилейный год Йовель. Вторая часть – это отношение к ближнему. Помощь ближним, выкуп евреев зудрабства, у неевреев, запрет идлопоклонства. Но я бы хотел поразмышлять с вами о юбилейном годе, который на иврите называется Йовель. Но перед этим небольшое исследование. Если вы внимательно читаете Библию, то можете обратить внимание, что цифры в нашей еврейской традиции имеют важное значение. 12 колен Израиля, 12 апостолов Брит Хадаша, 7 дней творения. Шаббат – это какой день недели? Правильно, 7. И в 7 день Бог отдыхал от дел своих, потому что 6 дней перед этим Он творил. Бытие, 2 глава, 2 стих. И совершил Бог к 7 дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7 от дел своих, которые делал. 7 день – шаббат. Это как полнота Божьей работы. Бог все сделал прекрасным и дал это все нам, людям, которых Он сотворил по образу и подобию своему. И шаббат – это подарок Бога человеку. Шаббат – это свидетельство в Божьем присутствии на земле. Вы знаете, что такое шмита? Это название имеет непосредственное значение для нашего исследования. Потому что шмита – это 7 год. Каждый 7 год Бог велел Израилю делать определенные вещи. А именно, первое, нельзя собирать и сеять урожай. Второе, прощались долги. Левитам, 25 глава, 2 по 4 стих. И объяви сынам Израилевым, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезуй виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год добудет суббота покоя земли, суббота Господня. Возникает вопрос, зачем Бог повелел это делать народу своему? Ответ можно выразить таким образом, чтобы научить народ доверия Богу и милости. Когда Израиль выходил из рабства в Египте, и они собирали ману, был запрет собирать ее в субботу. Но, как мы помним, Бог заботился о своем народе, и маны, собранные пятницу, хватало на два дня. Евреям надо было доверять Богу, и в случае седьмого года Израилю надо было учиться, доверять Богу, как и в пустыне. И когда народ слушал, Бог отвечал на этот шаг веры тем, что давал урожай, которого хватало на два года. Вспомним выход из Египта, и народ Израиля роптал, и они сделали золотого тельца, и начали ему поклоняться, а не Богу. И Бог проявил милость, и не уничтожил Израиль. Поэтому, беря пример с Божьей милостью, мы учимся прощать. А что сложнее простить, как не денежный долг? Одно дело, толкнул друга, и он упал, и ты просишь, прости меня. А второе, дал ему 10 гривен, а вот тут простить труднее. Но Бог призывает нас, чтобы мы прощали должников наших, как и Он простил нас. И вот, наконец, мы подошли к 50-му году. Это Йовель. 7 по 7 лет, или юбилейный год. Левитам 25 глава, 10 стих. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждому в свое владение, и каждый возвратите свое племя. Древнееврейское слово Йовель означает звук шафара, оглашавшего наступление юбилейного года. В течение всего года работа на полях приостанавливалась, а рабы отпускались на свободу. Это был праздник Божьей свободы. Это так похоже на то, что говорил и дел Ешуа. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 61 главу, с 1 по 2 стих. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Мы видели, как Ешуа буквально исполнил эти слова. Он учил в синагогах, исцелял больных, воскрешал мертвых, и в конце своего земного служения умер на Голгофе, чтобы дать нам свободу от рабства и греха, и смерти. И воскреснув, он победил смерть. Через шаббат, шмиту и юбилейный год Бог готовил Израиля к приходу мессии Ешуа. Он учил вчера и учит сегодня тех, кто последовал за ним, какими мы должны быть, как мы должны поступать с ближними. И как Шафар громко-громко возвещал в Израиле о том, что пришло время свободы, в Ювэль, так и мы должны проповедовать благую весть о Ешуа тем, кто не знает, что уже наступило лето благоприятное. И Бог призывает каждого войти в его покой и свободу. Спасибо. Ну что, этот Шафар прозвучал сегодня? Вы услышали, что хотел Господь сказать через этого молодого, юного отрока? Могу тебе сказать, сегодня начался важный день в твоей жизни. Сегодня уже ни папа, ни мама будут за тебя перед Богом стоять вот именно в духовных вещах, а сам будешь приходить к престолу Богодати и говорить, папа, это я. Я хочу пригласить сейчас на эту сцену папу и маму. Идите сюда. Олег, идите сюда. И благословите вашего сына. Это ваш сын, и сегодня у него важные события в жизни. Это же не так просто, знаете, почему-то мы все время думаем, это просто. Вышел ребенок на сцену, сказал, потом его конфетами забросали, и все хорошо. В духовном мире ангелы ликуют. В духовном мире происходит важное духовное значение. Бог смотрит на него не просто как на мальчика, а уже как на юношу, как на Давида, и говорит, ты вырос, ты вырос, сынок. Теперь пришло время быть ответственным. Господь, ты знаешь все, Господи, ты знаешь сына моего, Господи, ты знаешь его сердце. Прошу благословения, Господи, на предыдущую его жизнь, Господи, пусть он будет всегда думать и размышлять о тебе. Аминь. Господи, вся слава тебе. Господь, я благодарю, что по твоей милости он сейчас стоит, Даниил сейчас стоит перед твоим лицом. славлю тебя, что ты его любил, заботился о нем до сего дня. Боже, молю тебя, чтобы твоя благость, твоя милость были с ним до конца, во все дни его жизни. И пусть всегда Даниил ходит под твоим покровом. И у меня есть молитва из Священного Писания, я хочу благословить его. Сейчас. Так. Я молю тебя, Господь, чтобы Даниил исполнялся по знаниям воли твоей во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы он поступал достойно Бога, во всем угождая Богу, чтобы приносил плод во всяком деле благом и возрастал в познании Бога. Даниил, благословляю тебя, чтобы ты укреплялся всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии, с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Бог, избавивший нас от власти тьмы и ведший в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Пусть Господь будет благословенный это в твою жизнь. Пусть придет. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рэбе, мы вас тоже приглашаем, Сергей Михайлович, старейшины, пожалуйста, мы хотим, чтобы вы тоже почтили нашего юного отрока. Написано, призовите пресвитеров и пусть помолятся. Боже, конечно, вся слава она тебе. Мы благодарны, Боже, что этот юноша, Боже, он растет в доме Твоем. Боже, мы его знаем с малых лет, Господь, и мы его видим все время, и мы видим, что он тянется к тебе, Боже. И мы сейчас слышали, как он говорил прекрасно, говорил Твое Слово, и мы чувствуем уже, что есть помазание на этом молодом человеке говорить Твое Слово. И пусть это действительно оно исполнится в его жизни, пусть он его говорит первое, с убеждением в правоте этого Слова, его жизненности, пусть он говорит его помазание Святого Духа, чтобы люди не чувствовали, что он говорит истину. И пусть он живет согласно Слова, наслаждаясь вот этими, как Давид наслаждался путями Божьими, да, во все время, вот так, чтобы и он тоже наслаждался Святостью Божьей, наслаждался его величием, наслаждался его благостью, благодатью, был в близких отношениях, чтобы он был мудр, вот во всех своих жизненных ситуациях, принимал правильные решения, вот, и мы благословляем Даниила на прекрасную жизнь, успешную жизнь в Боге. Аминь. Я скажу очень просто. Дани, не забывай наставление отца твоего и помни Тору, или Тору матери твоей, ты соблюдай то, чему она тебя научила. Поэтому будешь всегда благословенным Богом, почитай родителей и долго проживешь. Это заповедь, да, такая. Ну и продолжение нашего шаббатного литбеза. Вы помните, да, мы уже говорили сегодня о шафаре, молодой человек был как о лицетворении шафара, который прозвучал. И вы знаете, что на каждой еврейской свадьбе есть очень интересная традиция, когда жених и невеста, они садятся на стулья и их поднимают к небу, и они как бы приближаются к небу как семейная пара. И это говорит о том, что небеса, они просто становятся близкими. Сегодня у нас будет репетиция. Короткая, пока есть репетиция еще невесты, нет, но невеста будет Тора. И мы хотим, чтобы ты сегодня испытал приближение к небу. Знаешь, когда человек танцует, он на одно мгновение отрывается от земли и приближается к небу. Поэтому спускайся вниз и мы будем тебя приближать. Симатоу, Мазултов, Симатоу, Мазултов, illness, yes, Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Продолжение следует...